Я являюсь студентом коммуникационных технологий. Вопрос от моей знакомой немусульманки. Она задала мне следующий вопрос, на который я не смог ответить. Итак, вопрос, почему Аллах, наш Бог, не показывает себя, как, например, Боги в других религиях. Моя знакомая китаянка, и она, к примеру, знает физические характеристики своего Бога и знает его возможности. Почему Аллах не показывает себя в своем образе? Спасибо. Брат задал вопрос от своей знакомой, которая не является мусульманкой. Она интересуется, почему Аллах, Бог мусульман, не показывает себя в своем образе, как, например, в других религиях, они видят своего Бога. А почему мы не можем видеть своего Бога, Аллаха, согласно Исламу? Смысл в том, что Аллах в Исламе является истинным Богом. Если Он покажет себя, вы просто не выживете. Настолько велико Его могущество. Пример этому приведен в суре Таха, когда Муса, алейхиссалям, говорит, «О Аллах, я хотел бы увидеть тебя». На что Аллах, субханаху та'аля, отвечает, «Я обращу свой взор на гору, а ты посмотри на нее». Муса оборачивается, чтобы посмотреть на гору, и Аллах обращает свой взор на нее, после чего Муса, алейхиссалям, падает в обморок. Вот вам могущество Аллаха. Он обладает такой силой, что в нашем текущем состоянии мы не способны лицезреть Его. А значение слова «Аллах» приводится в суре Алихляс, под номером 112, с 1 по 4 аят, в которой говорится, «Скажи, Он, Аллах, один, единственный. Аллах, самодостаточный и вечный. Он не родил и не был рожден. И нет никого равного Ему». Как только вы начнете считать, что можете сравнить, сопоставив Бога с чем-то мерзким, то это уже не есть истинный Бог. Поэтому, если приверженцы других религий утверждают, что что-то является их божеством, и приобщают это к Богу, то это уже не есть истинный Бог. Я только что привел четыре строки с описанием Аллаха, субхану тааля, Всевышнего Господа. Всякий, кто поклоняется божеству, соответствующему всем этим четырем характеристикам, то мы считаем, что это и есть истинный Бог. Иначе это обман. Скажи, Он, Аллах, один, единственный. Аллах, самодостаточный и вечный. Он не родил и не был рожден. И нет никого равного Ему. А теперь, позволь мне задать вопрос. Как ты считаешь, брат, что является наивысшей наградой, которую можно достичь? Где тот, который задал вопрос? Куда он ушел? Брат, поднимись, пожалуйста. Вот он, я же говорю, вот. Брат, что является наивысшей наградой, которую можно достичь? Высшей наградой, которую может достичь мусульманин. Джанна. Правда? А есть что-нибудь выше, чем Джанна? Нет. Нет. Есть? Да? Есть что-нибудь выше Джанны? Кто-то сказал, есть? Так? Кажется, есть хадис, в котором говорится, что… Просто ответить на вопрос, есть ли что-то выше Джанны? Да. Тогда ответь, что это? Увидеть Аллаха в Джанна. Высшая степень Джанны – Джанна Тульфердаус. Выше, чем Джанна Тульфердаус находится Джанна Тульфердаусу-ль-А'ля. А выше этого – возможность видеть лик Аллаха. Ваджгуллах. Мы, люди, не можем видеть лик Аллаха в нашем текущем состоянии. Но когда мы попадем в Джанна… Кстати, не каждый в Джанна сможет увидеть лик Аллаха. Только те, кто находится в Джанна Тульфердаус, или в Джанна Тульфердаусу-ль-А'ля, приближенные к пророку. Аллах не будет показывать свой лик постоянно. Мы будем все время жаждать и стремиться увидеть его лик. Поэтому высшей степенью награды, которую может обрести мусульманин, да и любой человек, это… Джанна – это высокая награда, но не высшая. Уровень Фердаус выше, но еще не предел. Возможность видеть лицо Аллаха, ваджгуллах. Поэтому скажи своей знакомой немусульманке, что если она будет соответствовать критериям, перечисленным в суре Аль-Аср, если она уверует и будет совершать благие деяния, призывать людей к истине, призывать людей к терпению, то она попадет в Джанна, иншаллах. Но она должна следовать предписанию Корана. И если она будет следовать предписаниям Корана, она заслужит высшую степень Джанна и сможет увидеть лик Аллаха. Не каждому выпадет честь увидеть лик Аллаха, только тем, кто заслужит высшую награду в грядущей жизни. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Ассаляму алейкум у рахматуллах и у баракату. Аллах сказал в Коране, «Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Где бы вы ни были, Аллах соберет вас вместе. Поистине Аллах всемогущ». Дорогие братья и сестры, по воле Аллаха, Ютуб активировал нам функцию спонсорства. Теперь вы можете сами стать активным участником исламского призыва на канале Мишин Дауа, став нашим постоянным спонсором. Для этого просто нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале и выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от выбранного уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Присоединяйтесь к нашей команде, примите прямое участие в исламском призыве на канале Мишин Дауа, станьте нашим спонсором. И да примет от вас Аллах.